приветствую всех любителей бисероплетения сегодня снова с вами Ольга Кожакару и я хочу предложить вашему вниманию вот такой интересный браслетик браслетик со стразами и на основе вот таких элементов можно сделать совершенно различные украшения не только браслет можно сделать вот серьги вот такие вот можно в комплекте сделать серьги такой браслет можно сделать ожерелье можно сделать даже кольцо на основе вот такого элемента сегодня мы будем учиться с вами как сделать вот такой элемент и уже из такого элемента будем думать какие же нам украшения все-таки хотелось бы увидеть что нам понадобится для изготовления вот такого элемента нам надо будет вот такие вот бусинки 3 миллиметра в диаметре я буду брать нам понадобится вот такой вот кристаллик я на него раньше говорила ривали но по-моему шатун называется я точно не могу вам сейчас сказать но это вот такой вот кристаллик 8 миллиметров в диаметре нам понадобится но я использую здесь два оттенка бисера это чешский бисер в десятом номере и и вы можете использовать в одном цвете как вам захочется вот я просто так увидела вот этот свой браслетик чтобы он был в двух различных тонах с бисером вот такой у меня бисер различный немножечко нам понадобятся стразы 4 миллиметра в металлической оправе мы уже делали мастер-классы с такими стразами вот они вот такие у меня в радужной с радужной такой пак с радужным покрытием и с двумя дырочками какие мы будем использовать в нашем случае не крест-накрест а вот будем проходить по нашим дырочкам вот таким образом чтобы наши проходы были вот параллельные вот такие вот так вот таким образом будем проходить мы через наши вот эти вот стразики будем работать мы лесочкой 0 3 миллиметра она достаточно толстенькая поэтому мы будем ее использовать в одно сложение чтобы могли несколько раз проходить по нашим бисеринкам и можем начинать нашу работу мы для начала будем набирать на нашу лесочку вот я приготовила значит для одного такого элемента вот для такого элемента нам понадобится где-то 80 сантиметров нашей лесочки 80 90 сантиметров можно сразу набирать заправить в иголочку и будем набирать 12 бисеринок 7 8 9 10 11 12 12 бисеринок протянем их на противоположный конец нашей лесочки и закроем в колечко и пройдем еще раз по всем бисеринкам еще раз по всем бисеринкам пройдем чтобы вот это начальное колечко у нас было вот таким прочным очень небольшие отверстия в моем бисере поэтому мне придется немножечко мучиться чтобы протянуть мою иголочку через мой бисер дважды но возможно это возможно и мы теперь завяжем узелочек пока что я этот конец лесочки не буду срезать он не будет помогать держать мое изделие каким я буду работать и уже срежу уже несколько позже теперь мы будем набирать по три бисеринки и проходить через одну из уже набранных нами по она в этом колечке у нас получится 6 лучиков если мы будем набирать через одну бисеринку у нас 12 бисеринок на нашем колечке нас получится 6 лучиков мы по такому принципу уже начинали наш браслетик есть у меня в мастер-классах браслет из бисера по этому принципу мы начинали набирать тот браслетик здесь несколько у нас другая схема для плетения этого браслетика но начало то же самое аналогичное и последние три бисеринки набираем чтобы у нас получилось уже основа для нашего браслетика для нашего элемента мы должны выйти в центр первого лучиков центральную бисеринку нашего лучика то есть мы заходим в бисеринку с какой мы начинали набирать вот этот первый лучик и зайдя в эту бисеринку пройдем по двум бисеринкам из трех то есть выйдем центральную бисеринку нашего лучика вот таким образом то есть мы проходим сразу через три бисеринки вот у нас получилась вот такая вот такая вот звездочка шестью лучиками теперь я могу удалить вот этот кончик какой у меня здесь есть чтобы он мне не мешался и буду продолжать работать теперь мы будем набирать между вершинами вот этих лучиков будем набирать вот эти вот стразы будем проходить таким образом чтобы наши стразы если вот они лежат на изнаночку чтобы вы не путались если лежат они на изнаночку то нам надо проходить по часовой стрелочки тогда неправильно у нас лягут вот посмотрите вот изнаночная сторона моего страза передо мной я прохожу насквозь по двум дырочкам одного уголочка и прохожу дальше следующую вершину моей вот этой вот конструкции моей звездочки снова набираю таким же образом вот страз видите по часовой стрелочке прохожу через один уголочек и захожу в следующий в следующую бисеринку следующей вершины прохожу по часовой стрелке и следующую вершину снова по часовой стрелочки и захожу в следующую вершину по часовой стрелочки и следующую вершину следите чтобы у нас просто лесочка не путалась нигде потому что у меня тоже такое случается но чтоб потом не возвращаться назад раз не распутывать следите сразу видите я подошла уже набрала последний страз 6 и подошла к первой вершине из которой я начинала набирать вот эти стразы теперь я зайду сразу посмотрите не буду проходить через уголочек а пройду насквозь на противоположную сторону моего страза чтобы я вышла в верхний угол моего страза и могу подтянуть вы увидите как мои стразики сами начнут собираться если я подтяну вот эту вот лесочку моя конструкция сама начнет собираться в корзиночку вот так собралась теперь я между верхними уголочками стразов также буду просто прокладывать по одной бисеринке и буду проходить через верхние уголочки уголочки через верхние уголочки стразов через верхние уголочки стразов и вот последний у нас остался 6 вот уголочек через который мы должны пройти и я пока что не затянулся так хорошо для того чтобы я могла установить вот этот вот кристаллик в центр моего изделия вот таким образом теперь я подтяну и пройду еще раз по кругу по которому я только что проходила вот у меня получается вот такой цветочек со стразами я пройду еще раз по кругу чтобы укрепить вот это мое изделие и чтобы держался мой кристаллик в центре и чтобы мое изделие не раскрывалась было прочным очень неудобно сразу несколько стразов пройти мы здесь не сможем поэтому приходится по одному проходить но все-таки это сделать обязательно нужно иначе может быть ослаблена лесочка и наш вот этот центральный кристаллик может выпадать чтобы избежать этого мы должны пройти по кругу обязательно после того когда я прошла по всем моим стразам я опять выйду не через уголочек только а на противоположную сторону страза видите и выйду в бисеринку через которую я проходила когда только набирала стразы то есть эта бисеринка находится между моими вот этими вот стразами и теперь я начну набирать вот такие наборы мои стразы мне больше здесь не понадобятся хочу обратить ваше внимание вот мои сережечки видите верхняя часть моей сережечки как раз вот такой элемент чтобы вы знали если вы захотите сделать такие сережечки то для верхнего элемента достаточно именно вот это что мы сделали уже а дальше уже мы будем соединять вы увидите как я соединяю такие элементы друг с другом и уже вы сами захотите либо делать сережечку просто вот такой либо вот с такими вот элементами следующие наборы какие нам надо будет делать я не показала вам еще что мы будем использовать также и кристаллы вот такие 3 на 4 миллиметра кристаллики и следующий набор какой мы будем делать это бисеринка пока мы все делаем в одном цвете бисером вот эта бисеринка кристаллик снова бисеринка и мы пройдем в следующую бисеринку между стразами бисеринка в которой мы которая находится между стразами и в которой мы начинали набирать кристаллы изначально снова бисеринка кристалл бисеринка и проходим в бисеринку которую мы использовали когда стразы вот эти набирали повторяем пока пройдем по кругу чтобы мы также получили шесть вот таких лучиков с кристаллами и последнее набираем набор такой бисеринка кристалл бисеринка зайдем в первую бисеринку с какой мы начинали и выйдем в кристалл немножко у нас уже здесь бисеринка плотненько проходит вот у нас получилось вот такое уже изделие вот такая заготовочка с которой мы будем дальше работать кристаллы нам больше не понадобятся здесь мы будем делать следующий набор опять с бисером того же цвета и наши вот эти искусственные жемчужинки и снова бисеринка и будем проходить по кристаллам снова бисеринка бусинка бисеринка и через следующий кристалл и так по кругу и мы подходим к последнему кристаллу проходим через кристалл и выходим через нашу бусину через нашу бусину мы подошли к следующему этапу нашего творчества теперь мы будем уже использовать другие другие кристаллы более мелкого более мелкого размера чтобы у нас здесь много места не занимало много разных материалов я освобожу вот так место и вот такие кристаллы теперь мы будем использовать в своей работе 3 на 2 миллиметра и вот этот бисер другого оттенка как мы поступаем в этот раз мы набираем один бисер один кристалл и видите мы выходим из этой жемчужинки и заходим в ближайший уголочек нашего страза вот этот страз и вот этот уголочек надо конечно внимательно смотреть чтобы попасть именно туда куда надо вот таким образом и снова набираем кристаллик бисеринку заходим в жемчужинку набираем бисеринку и заходим снова в кристалли который мы только что набирали в этот кристаллик подтянем немножечко чтобы нам удобно было и зайдем следующий страз вот в его ближайший нижний уголочек подтянем и наш кристаллик станет таким образом вот именно между этими стразами вот этот кристаллик стал между вот этими стразами снова набираем кристаллик бисеринку заходим следующую жемчужинку снова набираем бисеринку и заходим в этот же кристаллик и я постараюсь сразу пройти и в следующий страз подтяну мою лесочку и мой кристаллик становится между этими стразами снова набираю кристаллик бисеринку захожу в жемчужинку и повторяю все мои операции до того момента пока я не заполню все промежутки между стразами и вот у меня осталось последнее я здесь уже на набрала кристаллик и бисеринку теперь мне надо зайти в этот кристалл набрать бисеринку и зайти в жемчужинку все этот этап в нашей работе мы также прошли вот посмотрите какой красивый элемент у нас получился вполне возможно что кому-то и в таком варианте он может быть понравится и может быть использован в работах но я пошла немножечко дальше я захотела чтобы у меня получился контур как лепестки поэтому я поступаю таким образом я начинаю набирать по 4 бисеринки и проходить между жемчужинками вот таким образом я прохожу последнюю жемчужинку и зайду в две первые бисеринки из четырех наберу одну бисеринку зайду в следующие две бисеринки из четырех снова наберу одну бисеринку и зайду в бисеринку которые у меня вот здесь между кристаллом перед кристаллом я набирала то есть я буду заполнять все расстояния чтобы моя лесочка была спрятана пройду во вторую бисеринку возле кристалла набираю новую бисеринку и прохожу две бисеринки из четырех подтягиваю набираю новую бисеринку посередине между этими четырьмя снова одну бисеринку и прохожу бисеринки перед кристалликом вот этим мелким набираю новую бисеринку и прохожу две бисеринки из четырех набираю бисеринку прохожу следующие две из четырех бисеринка и две бисеринки перед мелким кристаллом бисеринка и первые две из четырех вот у меня начинают появляться вот такие вот лепесточки повторяем все эти операции по кругу таким образом мы закроем все наши лесочки какие еще где-то были видны возможно и у нас тоже время появится вот форма какая-то как бы лепестки по краям нашего элемента вот нам уже осталось совсем немножко пройти так бисер закончился насыпем еще немножко и вот мы заканчиваем уже наш элемент еще одна бисеринка и пройдем через все уже пять бисеринок между жемчужинками выйдем в саму жемчужинку вот таким образом теперь посмотрите чтобы нам сделать вот такой браслет нам необходимо один элемент мы просто закрываем лесочку завязываем узелочки прячем вот где-то на изнаночной стороне среди бисеринок но если мы хотим значит делать такой браслет после того как один элемент у нас вот таким образом уже закреплен мы можем в принципе сразу сделать и застежечку то есть как мы это делаем нам нужно будет еще 3 вот таких бусинки жемчужинки и мы их на этой жемчужинки закрываем из которой мы вышли вот закрываем в колечко несколько раз проходим по этому колечку раза три-четыре обязательно я прохожу потому что в принципе вот эти места в браслетах они самые чувствительные деформации потому что все время сам элемент у нас не деформируется но вот эти места все время у нас как бы будут находиться в движении и чтобы лесочка оставалась прочной и не перетиралась и не рвалась именно это место нам нужно будет закрепить очень хорошо вот таким образом мы закрепляем пройдя 3-4 раза и затем какую вы используете застежку мы ее пришиваем при помощи вот бисеринок уже то есть я делаю колечко на верхней бисеринки из 4 на верхней бусинки из 4 бисеринок тоже прохожу его пару раз и уже здесь мы будем потом подсоединять нашу застежку если ее можно пришить сразу мы ее пришиваем сразу то есть какую вы выберете застежку вот таким образом у нас крепится застежка вот посмотрите вот таким образом крепится застежка и точно таким образом без вот этого бисера я сейчас его постараюсь снять чтобы он не путал вас точно таким образом у нас скрепляются между собой все вот эти элементы все вот эти элементы у нас скрепляются точно таким образом между собой вот я убираю этот бисер и посмотрите что у нас получается у нас получается что у нас каждый элемент имеет свою жемчужинку и эта жемчужинка также будет в следующем элементе я между ними просто добавляю две боковые жемчужинки и у меня крепление законченная браслет будет очень подвижный но в то же время хорошо скрепленный если вам понравился наш мастер-класс можете ставить лайк подписываться на наш канал чтобы получать новые мастер-классы подписаться на канал чтобы не пропустить основные события дж humanity и 3 и мне